В кафедральном Спасо-Вознесенском соборе завершилось богослужение, но прихожане не спешат уходить домой. На радость ребятам и взрослым на площадке перед собором организован зимний детский праздник. Этот праздник проводится по преимуществу для детей наших прихожан и наших горожан накануне Великого Поста. Для того, чтобы сегодня, собравшись вместе, мы могли весело провести время, попробовать уже первых блинов, зарядиться этой радостью, чтобы оставшуюся неделю перед началом Великого Поста была возможность поделиться со своими близкими, родственниками и всех, кто нас окружает. На свежем воздухе проходят веселые игры и танцы для детей. По звуке живой музыки малышей увлекает веселый хоровод. С детишками игры проводили, играли, общались, водили хороводы, песни пели. Очень вообще радостно, что нас позвали. Очень любим мы это, и когда это все при храме, еще более ценно. Все желающие могут угоститься вкусными блинами и горячим чаем, отведать кашу, приготовленную в полевой кухне, прокатиться на пони, а затем и на снежных горках. Зрители с удовольствием наблюдают за показательными выступлениями участников епархиального спортивного клуба «Муромец». Сегодня воспитанники православного клуба «Муромец» продемонстрировали показательные выступления. Подобные выступления мы показываем уже не первый год. Кроме этого, также организована площадка со спортивными конкурсами, перетягивание каната, борьба и многое другое. На различных площадках зимнего праздника помогают педагоги воскресных школ города и участники движения «Симбирская православная молодежь». Праздничная программа никого не оставила равнодушным. Праздник замечательный, спасибо всем организаторам. Несмотря на то, что сегодня морозный день, мороз и солнце – день чудесный. Всем подняли настроение, и взрослым, и детям. Еще раз спасибо вам огромное. Слава Богу за все. Блины пробовали? Вкусные? Чай пили? Замечательно. Как настроение вообще? Хорошее. Проведение зимнего праздника для детей из воскресных школ храмов города стало доброй традицией Кафедрального собора. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. С момента подвига преподобной исповедницы Екатерины Симбирской прошло более полувека. Однако подвиг ее вне времени. Он навсегда запечатлел имя послушницы Спасского женского монастыря, не отказавшейся от Христа, среди других подвижников земли Симбирской. В день памяти святой в Симбирском Спасском монастыре прошло богослужение в храме, освященном в ее честь. Затем состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы истории православия в российской провинции» второй половины 17-го – начала 20-го века. Работу конференции открыл митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин. Святая преподобная мученица Екатерина – скромная церковная дружинница, которая в 15-летнем возрасте поступила в Симбирский Спасский женский монастырь. Она пребывала в нем с 1890 года вплоть до его закрытия, затем в миру молилась и трудилась по монашески тех условий, в которые ей пришлось тогда жить. Однако, благодаря крепости своей горы, она обладала несгибаемой силой духа. Сохранились протоколы ее запросов, и они, конечно, производят совершенно потрясающее впечатление. Екатерина Декальна родилась в ноябре 1875 года в селе Панская Слобода Симбирского уезда в русской крестьянской семье. В 15 лет она объявила родителям о своем желании посвятить жизнь Богу, и в 1890 году поступила в Симбирский Спасский монастырь. В 23 года Екатерина жила в обители воспитанницей и трудницей, а затем указом Симбирской духовной консистории была определена в число лисофорных послушниц. Ее арестовали 18 декабря 1937 года и расстреляли через два месяца в ночь с 17 на 18 февраля. 18 августа 2004 года преподобная мученица Екатерина была причислена к лику святых. В Спасском женском монастыре действует домовый храм во имя преподобной мученицы Екатерины Симбирской. Храм в память о ней строится также на родине святой в селе Панская Слобода. Участниками конференции, посвященной святой Екатерине Симбирской, стали представители правительства Ульяновской области и администрации города, а также члены ученого сообщества. На пленарном заседании были представлены доклады, посвященные истории Спасского женского монастыря и факты из жития преподобной мученицы Екатерины. Было предусмотрено онлайн-подключение гостей из других регионов. Удивительные факты о возрасте обители удалось найти заместителю директора Государственного архива Ульяновской области Галине Романовой. И вот буквально, готовясь к сегодняшнему мероприятию, были обнаружены документы, которые подтверждают, что монастырь был основан ранее города Симбирска. Этот документ пришел из Москвы от центральных органов управления архивным делом 1927 года. Предписывался взять на учет все монастырские фонды и указывалось, перечислялись монастыри и дата основания. Где неизвестна была дата, ставился 18 век, 17, а вот напротив наименования Спасского женского девичьего монастыря стояла дата 1640 год. Доцент кафедры истории Ульяновского государственного педагогического университета Юрий Симыкин проводил археологические раскопки на месте разрушенного в советское время Спасского женского монастыря. Нашли мы, так сказать, культурный слой. Здесь же было очень много монастырских построек, да, ну и предположительно могли быть найдены остатки каких-то помещений монастырских зданий. Так оно и произошло в 1998 и в 2006 годах. Мы наткнулись на остатки каких-то построек, там кельи и так далее, ну фундаменты одним словом. И были плюс к этому найдены еще сооружения. Работа конференции рассчитана на два дня. Доклады участников будут опубликованы в научном журнале, чтобы с текстами выступлений могли ознакомиться все желающие. А память о святой подвижнице сохранялась на симбирской земле. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. К нам поступил следующий вопрос. Если Бог милостив, то почему в мире так много несправедливости? И если Бог нас любит, то почему допускает страдания? Этот вопрос, конечно, очень многогранен, потому что вопрос о страданиях, о зле в мире – один из самых сложнейших вопросов богословия и сложнейших вопросов вообще для человека, особенно для новоначального человека в церкви, наверное, для любого человека. Почему, если Бог есть любовь, есть зло в мире? Об этом написаны большие труды, об этом ведутся споры уже почти тысяч лет. Но если кратко отвечать с точки зрения православия на этот вопрос, можно сказать так, что Бог не создавал зла в мире. Бог создал только добро, но Он также создал человека со свободой воли. И вот в самой свободе воли человека уже заложено то, что человек может выбирать – творить ему зло или творить ему добро. И вот человек, реализуя эту свободу воли, в какой-то момент стал творить зло. То есть Бог не создавал никакого зла в этом мире, человек создал это зло в мире. То есть Бог этого зла не создавал. И Бог просто попускает этого зло, потому что, если Он не будет попускать это зло в человеке, Он отнимает, в конце концов, отнимет свободу воли у человека. А человек без свободы воли, по сути дела, это животное. То есть уже нельзя называть человека человеком без свободы воли. Это определяющее качество человека как человека. Поэтому, если у человека есть свобода воли, он свободен выбирать и творить или добро, или зло. И, к сожалению, многие из нас, каждый из нас, наверное, в этом мире иногда выбирает зло. Поэтому и зло в мире существует. И если посмотреть, опять же, как раз на вторую часть вопроса, Бог как раз попускает и терпит это зло по своему милосердию. Потому что мы все Его дети, мы все Его возлюбленные дети. И Он для всех из нас желает добра, то есть желает воссоединиться с собой. Поэтому он иногда долго терпит это зло. Он надеется, что человек вернется к Богу, вернется к добрым делам, вернет свое сердце к заповедям Божьим. И перестанет творить это зло в мире. Потому что, опять же, мы очень часто говорим про справедливость. Но справедливость мы почему-то подразумеваем по отношению к кому-то другому. Почему так случается, что Бог не наказывает этого человека, когда он творит какое-то зло? Но если мы подумаем про себя, или про своих детей, или своих близких, родителей, мы уже забываем про справедливость. Мы как раз хотим милосердия от Бога к нам. Мы стараемся, мы и говорим в молитвах. Я вот не помню, наверное, ни одной молитвы, где мы бы говорили, Господи, будь ко мне справедлив. И множество-множество молитв, где мы просим милости к себе от Бога. Поэтому здесь тоже иногда получается двойной стандарт, когда мы говорим про справедливость. Справедливость мы предполагаем, что надо Богу применять к кому-то другому. А вот милосердие мы хотим применять к самому себе. И при этом забывая, что для Бога мы все равны, для Бога мы все его дети. И поэтому он ко всем из нас милостив. Субтитры создавал DimaTorzok